Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников Август Роберт Людвиг Макке. Немецкий художник-экспрессионист, участник объединения «Синий всадник», автор программных сочинений, опубликованных в альманахах, вышедших под гиды объединения, организатор выставок и пропагандист современного искусства. Родился 26 сентября 1914 года. Творчество художника формировалось под влиянием различных художественных направлений того времени, через увлечения, которыми он последовательно проходил. Я беру данные из Википедии. Индивидуальный стиль, который он наконец обрел, и сегодня рассматривается как типичный стиль макки, отличается игрой световых эффектов и тщательно подобранными согласованными сочетаниями цветов. Картины производят впечатление радости и легкости, и образы удовлетворяют жажду позитивных образов цельного мира, гармонии человека с его окружением. В 1903 году Август познакомился со своей будущей женой Элизабет Герхан, дочерью бонгского фабриканта, владельца фармацевтического предприятия. Встречи с Элизабет, долгие прогулки по окрестностям Бона и беседы с ней нашли отражение в поздних картинах макки. Элизабет стала главной его моделью, чего художник написал около 200 ее портретов. Интерес к живописи проявился у Августа еще в родительском доме. Его отец писал пейзажи, собирал старинные гравюры, монеты. В 1902 году маккин написал первые акварели. Это были изображения животных, пейзажи и портреты. Увидел произведения Арнольда Беклина, которые сильно повлияли на его ранний творческий стиль. Оставил гимназию в 1904 году, начал учебу в Дюссельдорской академии художеств. Со временем он разочаровался в методах академического преподавания, особенно критиковал непрерывное рисование гипсовых слепков. Стал нерегулярно посещать занятия, а в ноябре 1906 прекратил учебу в академии. Волей плодотворным для него оказалось время, проведенное в Дюссельдорфской художественно-провышленной школе, которой руководил Петер Бернс. С 1905 года посещал вечерние курсы художественно-провышленной школы профессора Эмке. К этому времени относятся начало его увлечения японским изобразительным искусством, в принципе которого маккин считал противоположными академизму, царившему в Дюссельдорфе. Особенный интерес Август проявлял творчеству Кацухи Хакусая и превзойденного, по мнению маки, мастера передачи движения. Работал над декорациями, костюмами для различных спектаклей. В июне 1907 года, во время четырехнедельного пребывания в Париже, он получил возможность познакомиться с оригинальными работами импрессионистов, и они произведели для художника сильные впечатления. Художник решил завершить свое образование у кого-нибудь из немецких последователей и импрессионистов, и его выбор пал на Лоиса Корринка, который ввел курс в Берлинской школе живописи и скульптуры Левена Функи. Избрал форму свободного обучения, писал обнаженную натуру, принял участие во второй выставке «Синего всадника» в Мюнхенской галерее Ганса Гольца в 112 году. Предпринял двухнедельную поездку в Тунис со своими друзьями, с Паулем Клеем, Луи Майо, в ходе которой появилось большое количество знаковых акварелей художника. Почти сразу после начала Первой мировой войны Макки ушел добровольцем на фронт. В своих посланиях с фронта он описывал ужас и жестокость войны. В одном из последних писем отмечал, что только стойкость защитников Западного фронта позволили избежать Германии опустошения войной, какие испытывали при фронтовой области Франции. Утром 26 сентября 1914 года Макки погиб в бою в возрасте 27 лет. Его останки не были найдены, имя значится среди имен других погибших на надгробной плите на военном кладбище Суэйне. Вот так вкратце, данных не очень много, о художнике-экспрессионисте, немецком художнике, участнике объединения «Синий всадник». Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok